И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители квадратов Ширумы, и мы продолжаем проходить такую увлекательную сборочку, как Стоун Блок 2. И непосредственно вся вот эта наша серия будет посвящена непосредственно энергии и способам её добычи. Ну и как бы это было не странно признавать, но самое первое и самое главное, что я хотел бы построить, это вот первый мой будет механизм, который будет мне добывать первую нашу энергию, и он будет являться ядерным реактором. И у нас есть всё для того, чтобы именно это сделать. Для его постройки нам потребуются вот эти вот графитовые слитки. Крафт у них до ужаса простой, нужно лишь пережарить уголь. Хорошо, что угля у меня есть в больших количествах, благодаря нашей вот этой вот автоматической ферме мобов. Для непосредственно постройки этого реактора нам потребуются некоторые вещи. Первая вещь, это непосредственно сама обшивка этого реактора. И самая дорогая часть в крафте этой обшивки непосредственно ядро её. Но пожалуй именно 16 штучек мне будет достаточно, и можно всю её переводить в непосредственно наши блоки реактора. Следом нам потребуется непосредственно скрафтить сам реактор. Также нам потребуется скрафтить непосредственно порт загрузки и выгрузки в минимальном количестве двух штук. Вывод непосредственно нашего электричества, непосредственно держатель для наших стержней и последнее непосредственно ячейка для наших стержней. И по факту у нас готово уже все для того, чтобы построить этот реактор. Осталось лишь определиться с местом, где он будет у нас стоять. Мудрить с местом я конечно же не буду, зачем это делать, если реактор у нас является начальным и с начальными размерами. Для постройки непосредственно самого реактора нам нужно собрать его корпус. Корпус может быть абсолютно любых размеров, но я делаю самый максимальный возможный компактный реактор из этого модуля, для того чтобы он нам производил какую-никакую энергию. То есть мы делаем вот такую вот обшивку, по центру мы ставим непосредственно топливный наш стержень. Над этим стержнем в обязательном порядке ставим контроль этого стержня и замыкаем непосредственно всю эту рамку. То есть мы имеем рамку, где по центру стоит стержень. Ставим непосредственно в любом месте, кроме краев контроллер, порт загрузки-выгрузки, второй порт загрузки-выгрузки и непосредственно ту часть, откуда будет выходить наша энергия. И как мы можем видеть, наша мультиблочная структура уже собралась и зайдя в ее интерфейс мы уже видим такую вот страшную картину. По факту не надо ничего пугаться, мы здесь видим температуру нашего ядра, количество энергии, которое выходит, количество плутониума, который производит наш реактор и радиоактивность нашего реактора. К счастью или к сожалению радиоактивность не является доработанной частью этого мода, поэтому ей можно пренебречь и просто ее игнорировать. Сейчас же то, что нам нужно сделать, непосредственно настроить топливо, которое будем загружать в наш реактор. Так как у нас он в маленьких масштабах, соответственно он будет жрать немного, но производить энергию он будет все-таки в больших количествах. Так вот, у нас есть вот такие вот порты. Это загрузочный порт и порт выгрузки. Порт выгрузки в обязательном порядке нужно сделать так, чтобы он был вот таким вот синеньким. Это значит, что весь плутоний, который у нас выработан с этим нашим реактором, автоматически погрузится сюда. А в наш непосредственно порт загрузки я закидываю уже наш ураниум, который мы добыли раньше. И теперь замечательно мы можем видеть то, что один наш фуэл рот в себя уже максимальное количество слитков погрузил, а именно 4 слитков. Если я сейчас нажму на кнопку активировать реактор, он начнет нам производить уже 600 RF-затик. По идее я мог бы его сделать и в больших масштабах, соответственно он нам производил бы большее количество энергии. Но сейчас у меня, к сожалению, нет в достаточном количестве золота и железа для этого. Ну и таким вот замечательным образом вот этот вот наш реактор, который я построил уже в третьей серии, он завершен. И по факту у нас есть практически бесконечное количество энергии, но есть проблема. Вот эти топливные стержни рано или поздно закончатся. На данном этапе, к сожалению, я вижу только один простой способ их добычи. И этот способ получения непосредственно ураниума заключается в просейке нашего песка. Для того, чтобы начать просеивать наш песок, нужно получить провода для того, чтобы передавать энергию из вот этого вот маленького блока. Непосредственно к нему в притык мы можем поставить пока что симпл алой смелтер, который у меня выпадал из квестов или из лутбоксов. К счастью, крафт у него очень простой и скрафтить его самостоятельно тоже не ставил бы никаких проблем. Ну так вот, мы можем загрузить сюда железо и редтоун и дождаться, когда он нам с очень долгим уж процессом все это пережарит. И замечательно, мы получили наших первых контуитовых железных слитков. Пока это все-таки достаточно малое их количество, но этого будет вполне достаточно для демонстрации всего того, что я хочу. Также нам потребуются наши контуитовые биндеры и теперь мы можем получить непосредственно провода, проводящие нашу энергию из нашего любимого мода Endo.io. Теперь помимо этой печки мы можем сюда поставлять различные другие ресурсы. Я надеюсь, что эта печка взрываться больше не будет. Так вот, непосредственно давайте вернемся к теме пережарки нашего песка. Для начала всего этого процесса нам потребуется непосредственно откуда-то его брать. И самый простой способ, который я нашел, таким же монотонным образом добывать из камня, посредством сначала гравия, а уже потом земли, а уже только потом песка. Для начала мы берем вот этот вот Cobblestone генератор, без разницы какого тира. Мне кажется, третий будет наиболее актуальный. И непосредственно давайте его поставим именно вот здесь вот. И он нам будет производить полужичек в нашем неограниченном объеме. Дальше мне нужно будет углубиться в механизм, чтобы добыть крашер, который будет нам дробить весь наш песок. Для этого нужно скрафтить инфьюзер, а потом и enrichment chamber. К счастью, для этого у нас все есть. И теперь вот эти наши инфьюзеры я ставлю непосредственно вот сюда. Без разницы, где я их поставлю, потому что они нам в основной нашей линейке не особо-то и нужны. В один из наших инфьюзеров я полностью загружаю карбоном. Это я могу себе позволить, так как у меня угля очень большое количество идет непосредственно нашей фермы. Если бы не было этого, то мне пришлось бы сначала скрафтить chamber, прежде чем начать вот эту вот махинацию. И теперь мне придется монотонно ждать долго, когда наш инфьюзер сможет переработать все наше железо в количестве стака в непосредственно нашу пыль. А уже непосредственно пыль переработал в стальную нашу пыль, для того, чтобы мы ее пережарили и получили в итоге сталь. Ну и следом, не дожидаясь нашего процесса, я поставил тут различные электрические печки, как я понимаю, из разных модов. И в наш второй инфьюзер, который ничем не занят, я сейчас добавляю осми и немножечко ресттоуна. Для того, чтобы получить банальные вещи в виде контроллеров и уже скрафтить enrichment chamber. Все замечательно, мы имеем возможность пережаривать всю нашу сталь, которая здесь образовалась. И по факту мне сейчас нужно для начала 4 штучки, и потом уже наша вся сталь будет уходить непосредственно на крашера. И замечательно, enrichment chamber мы из первой нашей крашеля. Благодаря нашему чемберу мы сможем увеличивать количество редстоуна, которые мы бы запихивали в наш инфьюзер. И замечательно, таким вот образом мы получили достаточно алоев, чтобы закинуть сюда осми и редстоун алои, и в итоге получить бази контроллера, которые нам потребуются непосредственно для наших крашеров. Нам по факту не хватает немножечко сейчас лишь стали, но это, думаю, дело поправимое, и для демонстрации моей всей работы хватит и двух штук. Для этого уже я подготовил вот такую небольшую площадочку, и первый наш крашер будет заниматься непосредственно переработкой нашего кабблстоуна в гравий. Для этого лишь нужно немножечко поднастроить его стороны. Все замечательно, стороны для крашера подготовлены. И теперь нужно непосредственно настроить кондуиты, которые отвечают за передачу этих ресурсов. Кондуит, который непосредственно к драйверу присоединен, он всегда экстракт, а непосредственно к самому крашеру навсегда впускать. И замечательно, у нас кондуит пошел работать, и по идее на итоге мы получим гравий. Теперь нужно настроить выход из нашего крашера. Кондуит я ставлю навсегда активно из него выпускать. Кондуит, который присоединен к драйверу, то есть нашему буферу, я ставлю на insert и на экстракт, и также всегда выпускать. Все замечательно, по идее наша станция по автоматической добыче гравия теперь у нас готова. Следом я ставлю второй наш крашер, который будет перерабатывать непосредственно наш гравий во землю. Для этого нужно настроить слева вход, справа выход. Также настроить то, чтобы он всегда был впущен. Замечательно гравий, отсюда переход непосредственно в этот наш крашер. Ну и следом, чтобы пока время не терять, непосредственно нужно скрафтить авто сито. Крафт у него тоже до ужаса простой. Нужно лишь чуть большее количество нашего железа. И авто сито наше непосредственно нужно будет поставить вот сюда. И здесь у нас будет стоять следующий наш крашер, но для него пока что далеко. В наше сито теперь непосредственно нужно запустить нашу сито. Именно алмазное, потому что это максимально. И теперь нужно провести как-то к нему энергию. Самый эффективный, как мне кажется, способ это будет сделать под землей. Для этого я также воспользуюсь кондуитами, которые я уже предварительно скрафтил. Проводку здесь я провел. Теперь наш финальный крашер я ставлю. И теперь осталось лишь его настроить. То есть принимающая сторона у него слева, а выпускающая сторона вправо. И таким же образом я ставлю здесь кондуиты. И вот замечательно, земля в наш крашер поступает, и на выходе мы получаем тибунь песок. И замечательно, когда сюда была погружена наша земля, наш вот этот вот маленький человечек начал в автоматическом режиме перерабатывать все то, что нам так не было необходимо. Теперь необходимо взять вот эту вот печку. И взять парочку фильтров, которые нужно откуда-то достать. По идее, как я знаю, продвинутые фильтры могут быть получены из вот этих вот эпических сундуков. Благо, пока я записываю эту силу, у меня выпало 10 таких сундуков. И получаем, да, замечательно, мы получаем вот эти вот наши фильтры. И что я делаю? Я ставлю вот эту вот нашу престолную печку непосредственно вот сюда. И настраю ее вот таким вот образом, для того, чтобы сверху у него было принятие, а допустим, откуда-то сбоку у него был выход. Оранжевый это выход, синий это вход. Замечательно, теперь я ставлю непосредственно... Это спид апгрейды? Ааа, я дура. Это спид апгрейды, а я думал это фильтры. Я думал, я думал реально, вот почему-то я прочитал то, что это фильтры, а не спид апгрейды. Ладно, да, немножечко меняемся. И теперь приоритет нашей серии непосредственно упирается в то, чтобы произвести бумагу, потому что бумага единственный нужный нам ресурс, который отделяет нас от фильтров. По идее, бумагу я могу получить на сити, просеивая землю. Замечательно. Пожалуй, то, что мне нужно сейчас заняться немножко расточительной работой нашей, но тем не менее, она от этого не менее становится нужной. И таким образом, мы получаем наш тростник. Замечательно. Теперь его собираем и также его высаживаем, пока не получим необходимое количество штук. А необходимое нам количество штук, это было 8, остальные пускай здесь растут. Также для фильтров нам потребуется по факту только сундуки. Сундуки и вот эта вот бумага, которую мы получили из тростника. И замечательно. Хотя бы в количестве двух штучек вот эти вот мы получили. И уже, знаете, хорошо, что хотя бы в таком количестве. Потому что без них здесь никак не обойтись. Я теперь один фильтр ставлю на insert в нашу печку. То есть сверху у неё на insert. И непосредственно в приоритетный insert нам надо положить уранюмную пыль. В edit, white filter, уранюмная пыль, всё замечательно. Теперь, по идее, когда я включу здесь insert, а здесь включу постоянный эстракт, сюда будет попадать только уранюмная пыль. Замечательно. И теперь проведя вот такую вот, плохо выключущее на данный момент, но всё-таки дорожку из наших кондуитов, я могу настроить выход всего нашего изготовленного уранюма отсюда непосредственно в наш реактор. И всё, по идее, у нас уже всё работает в автоматическом режиме. И это очень даже шикарно и замечательно. Вот сюда вот разместить сундук, в который у нас будут, по идее, заполняться все ресурсы, которые не могут пойти в печку. И я, пожалуй, возьму вот этот вот фильтр, загружу его в наш сундук, в приоритет insert. Нажму edit и сделаю из него black filter, чтобы уранюм не мог попадать в этот сундук, а весь уранюм попадал непосредственно в нашу печку. Таким образом будет намного более логично. И таким образом мы получили бесконечный замкнутый цикл получения всех наших предметов. Из-за того, что реактор очень непрожорливый и требует очень мало уранюма, это, можно сказать, бесконечно работающая система. Она работает медленно, не спорю, но она работает, и это уже даже очень хорошо. И, наверное, последний крафт, который мне потребуется сделать, это вот такой вот крафтер. И комментарий, я думаю, к нему излишний. И теперь непосредственно давайте перейдём к финальному завершению всех вот этих вот процессов и упрощению вообще всего, что только можно. Наш реактор, чтобы замкнуть цепь, нужно построить вот такую вот систему из драйвера и непосредственно нашего кундуита. Для того, чтобы переработанные отходы этого реактора попадали непосредственно в наш кундуит. А следом я хотел сделать непосредственно автоматический перекрат всех вот этих вот частей, которые мы получаем непосредственно вот здесь. Для этого из нашего сундука я делаю кундуит и наш крафтер. Для крафтера, в принципе, вот этой вот спектральной катушки, которую мы здесь заполучили, хватит. А теперь непосредственно нужно перейти к самому перекрафту. Для начала я поставлю здесь вот наш сундук, в который будут уже поступать все ресурсы перекрафченные. Ну и теперь нужно определиться с теми ресурсами, которые я буду перекрафчивать. Пока, пожалуй, этого хватит, потому что я не уверен, насколько большое тут вместилище по крафтам. Для того, чтобы добавить сюда крафт, нужно сделать дабл клик по вот этой вот серенькой плашке, изменить режим на экстракт C и непосредственно выложить крафт, который мы здесь хотим получить. Например, я хочу здесь получить по итогу золотую чанковую руду и нажать нужно на apply. Все, у нас здесь замечательно появилась вот эта штука. И все, по идее, вот эта вся золотая руда будет у нас автоматически перекрафчиваться и попадать непосредственно в ячейку для крафта. Теперь я нажимаю на кнопочку remember, чтобы у нас запомнилась вот эта вот позиция, что здесь будет золотая руда. И теперь мне нужно проделать то же самое с вот этими остальными рудами. По идее, я уже подготовил все те ресурсы, которые могли бы быть у нас крафчены. Теперь непосредственно их нужно занести в наш фильтр. А желательно сделать антифильтр, для того, чтобы просто хватило места, потому что в фильтре нашем всего 5 ячеек. В антифильтр закинутся электрон, поры и наши непосредственно шарды. По идее, это все. То есть я вот эти вот вещи сюда загружаю, ставлю blacklist и все. И по идее, у нас все сюда руды уже занесены, помимо серебряной, к сожалению, руды, потому что для нее не хватило. И, в принципе, такой системы мне вполне достаточно. И, пожалуй, она будет, конечно же, улучшаться, но это будет сугубо все за кадром. Мы получили не самую, конечно же, компактную, но ферму всех ресурсов, которые мы уже получаем в автоматическом режиме. И мы будем получать их в бесконечном количестве. Потому что вот эта вот у нас машина полностью замкнутая и работает сама от себя. То есть это своего рода вечный двигатель. И вот, выполняя все наши ачивки, мы можем их замечательно забрать. Ну и после моей недолгой ФГ работы, наша станция по бесконечному добыванию наших драгоценных металлов выглядит примерно вот таким вот образом. Что здесь изменилось? Во-первых, я добавил во все наши крашеры по 8 штук спид и энерджи апгрейдов, тем самым увеличив скорость до максимального уровня. Добавил также еще один крафтер, тем самым обеспечив нас бесконечным количеством нашего силера, который тоже теперь у нас перерабатывается. И все те ресурсы, которые нам не нужны в результате работы этой фермы, я сказал, чтобы они перерабатывались непосредственно в нашу урну. А ресурсы, которые полезны, например, вот эти вот шарды и вот эти вот электроны, у нас колодируются наши драйверы. Также вот эта вот часть практически не поддавалась никаким изменениям, кроме того, что наковальню, которую я добыл из одного из сундуков, я бы все-таки сюда поставил и тем самым позволил себе ремонтировать всякого рода вещи, например, вот такие вот волшебные наши палочки, позволяющие нам строить. Также я позволил себе скрафтить чизель, это небольшой такой инструмент, который позволил бы нам в сугубо декоративных целях изменять наши блоки на более приемлемые глазу. Как вы могли заметить, я выкопал еще одно пространство вот этого наших чанков и тем самым позволил себе расширить нашу территорию. И на этой территории уже появилось две фермы наших, а также ферма тростника, просто здесь для вида, чтобы он просто рос и чтобы в следующий раз, когда он нам потребовался, не возникло никаких проблем. Самое первое появилось здесь непосредственно ферма обычных семян, то есть тех семян пшеницы, которые добываются из обычной травы. Но сугубо из-за того, что травы здесь нет, эти семена пшеницы добываются просививанием обычной земли через обычное первое самое сито. Когда же они выросли у меня в достаточном размере, я взял и смешал их с помощью нашей эссенции и построил здесь второе наше поле. Второе наше поле основывается на инфериумных семенах, пока что первого тира. Непосредственно крафт от этих семян, то есть обычные семена и инфериумные эссенции. И все это работает опять-таки в автоматическом режиме, непосредственно благодаря двум вещам. Это автоматический использователь и непосредственно коллектор, который собирает все эти ресурсы. Крафт у использователя до ужаса простой, самое сложное здесь непосредственно для нас это магма-блок, потому что в ад у нас нет возможности пойти. И магму я собрал непосредственно используя слаймбол и блейзер-паудер. Логический вопрос, откуда же я взял слаймболы. А все просто, я использовал кровь. Как ни странно, это позволяет нам заменить эти слаймболы нашей кровью. Кровь мы можем получить, поместив в нашу печку банально гнилую плоть и выливать непосредственно в пустые наши вот такие вот столы. И на выходе мы получим непосредственно вот эти вот шарики с кровью. Ну и непосредственно коллектор, который здесь используется. Крафт у него тоже до ужаса простой, нужно лишь немножечко обсидиана, глоустоуна и редстоуна. Именно здесь рекомендуется использовать непосредственно продвинутый коллектор, потому что площадь, с которой он охватывает, и скорость наиболее здесь приемлемая. И вот самая главная, наверное, вещь, которая здесь используется на данном этапе, это непосредственно вращиваемый кристалл. Он мне выпал из наших эпических сундуков в количестве одной штуки. Я понимаю то, что это мало. И для эффективной работы данной фермы их нужно гораздо большее количество, но пока мы имеем, что имеем. Он собой позволяет нам заменять воду, поэтому он стоит у нас в центре этой фермы и способен орошать всю нашу землю. Ну так вот, благодаря вот этой нашей ферме мы можем получать выращиваемую инфирменную эссенцию, которая нам сейчас потребуется в гигантских количествах, если мы хотим заниматься дальнейшим распахиванием наших мобов. Давайте сейчас возьмем немножечко этой эссенции непосредственно, и перейдем уже непосредственно к крафтам, которые будут у нас доступны благодаря ней. И непосредственно для дальнейшей автоматизации нам потребуется всего лишь шарды и эта эссенция. А именно, нам потребуется инфириум кристалл или мастер инфьюжн кристалл. По факту это одно и то же, но инфьюжн кристалл имеет свойство тратиться, его хватает всего на тысячу использований. А мастер кристалл, он по сути бесконечный, но крафт у него гораздо сложнее, поскольку он требует супремиум эссенцию. А каждая супремиум эссенция требует на себя 4 стака обычной эссенции. И давайте же перейдем к крафту непосредственно вот этих вот первоначальных кристаллов. И теперь мне нужно с помощью них, обложив их вот таким вот количеством, получить прудейтиумную эссенцию. Когда же вся была эссенция получена, мы снова обкладываем таким образом кристалл и получаем следующий тир, интермедиумную эссенцию. Для упрощения вот этих вот всяких непонятных английских названий, я буду упрощать и называть там зелененькая эссенция, оранжевенькая эссенция. Следующий наш тир, это мы берем оранжевую нашу эссенцию и перерабатываем ее в синенькую. И синенькую уже обкладываем вокруг этого кристалла и мы получаем непосредственно нашу красненькую эссенцию. Тем самым мы получили одну из четырех наших штук необходимых для вот этого красного кристалла. И замечательно, 4 эссенции я получил и теперь я крафчу непосредственно вот этот вот кристалл. Если я попытаюсь сейчас красить, допустим, зелененькую эссенцию, то я смогу скрафтить замечательно и наш кристалл не потратится. В принципе, что мне и нужно было. И теперь, замев вот этот вот кристалл, я перейду непосредственно к полной автоматизации этого производства. Для этого мне нужны были кондуиты, один фильтр, наш крафтер, который подписывается от спектральной катушки, и мусорка, в которую будут в принципе подать все вот эти вот семена, которые у нас производятся, потому что они на данный момент нам полностью не нужны. Для начала я помечу сюда все типы эссенции, которые мне были известны, и нажму на кнопочку Remaber, для того, чтобы у каждой эссенции был непосредственно свой слот. И теперь давайте перейдем непосредственно к запоминанию наших крафтов. В середину нашего крафтового стола я кладу вот этот наш кристалл, вкладываю его нашей желтой эссенции и нажимаю Apply. И теперь, по идее, вся наша зеленая эссенция, которая будет крафтиться из желтой, будет попадать непосредственно вот в этот наш крафтовый стол. Давайте попробуем сюда закинуть. И да, замечательно, у нас крафтилась наша зелененькая эссенция. Следом я буду делать то же самое и создавать паттерны для каждого типа. И все, замечательно. Когда я создаю красную эссенцию, я вместо In ставлю здесь Exit C, то есть выход того, что крафтится. И нажимаю Apply, и все, замечательно. В этот у нас ресурс попадает вся наша красная эссенция, то есть вся наша скрафтенная эссенция. И вот этой вот нашей красной эссенции потребуются просто гигантские какие-то количества. К сожалению, таких гигантских количеств у меня пока нет, но для этого и существует эта ферма, чтобы это все выращивать. И теперь я, когда нажимаю здесь Extract, нажимаю то, что это все активное, все ресурсы отсюда будут попадать непосредственно на шлибо стола, либо в мусорку. В нашем столе стоит Insert, и в белом фильтре стоит Inferium эссенция, потому что любой тир вот этих Inferium семян может выдавать только эссенцию. И чем больше тир, тем большее количество эссенции выдает. Например, второй тир будет выдавать вместо одного два. И следующий мой шаг этой фермы, то что каждая вот эта семечка будет апгрейдживаться до второго тира. И чтобы получить второй тир, нужно обложить его восьми частями зелененькой эссенции. Для третьего тира нужно обложить оранжевенькой, далее синенькой и далее красненькой. Мы получим пятый тир, но это не максимально в данной сборке, мы можем получить еще и шестой, обложив его и фиолетовой эссенцией. К сожалению, до этого мне еще как до Кудыкиной горы, и пока что я оставляю это именно вот таким вот образом, и возможно ухожу на гигантскую паузу в АФК. В АФК для того, чтобы это все накопилось в более нам нужном масштабе. И давайте еще сейчас перейдем к одной АФК-теме, с которой будет связано мое дальнейшее АФК здесь пребывание. Это непосредственно курицы, которые здесь у нас живут, размножаются и развиваются. Как же я получил этих куриц? А все просто, я использовал примянку. То есть Chicken Bait, это непосредственно приманка для наших куриц. Для того, чтобы она заработала, нужно иметь полянку, желательно вот таких вот размеров, и неопределенное количество источников воды. И нужно разместить тут приманку, и через случайное количество времени здесь появится курица. Но для того, чтобы она здесь появилась, нам непосредственно нужно быть от нее чуть подальше и не смотреть на нее. И таким образом я заполучил вот этих вот двух куриц, и заполучил вот такое вот место, где они могут спавниться, нести яйца. То есть обычная воронка, обычный коврик. И в случае чего, если я захочу их размножить, я буду запулять яйца непосредственно в эту дырку, и тем самым они будут у меня здесь успешно размножаться. Вот эти вот курицы здесь мне нужны только с одной целью, чтобы они мне несли яйца. Пока, пожалуй, я заберу все награды, которые мне дадут моды, и это вот такие вот ресурсы. Замечательно. Самые бесполезные, которые я мог получить, я получил. Ага. Привет. Это вот именно тот чикен, который мне выпал с этого нашего болта. Замечательно. Ну и пожалуй, я думаю, что на этом прекрасном моменте можно и завершать нашу серию. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Ну и уже по сложившейся традиции, я выбираю случайного человека, который оставил комментарий под предыдущим роликом. И в этот раз непосредственно им является человек с данным ником. Также хочется выделить отдельную благодарность всем, кто оставляет просто комментарии под роликами, и всем тем, кто сейчас промелькает на экране. А еще хочу сказать, что следующая серия обещает быть безумно интересной и насыщенной на события. Ну а пока, всем пока-пока. Всем тортик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok